80% россиян в той или иной мере чувствуют себя счастливыми. При этом более трети из них выражают полную уверенность в этом. Кстати, чаще всего положительно отвечали на этот вопрос люди, имеющие высшее или неполное высшее образование. Таковы данные в целом. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня вы увидите... Мы уберем эту колею. Закатать в асфальт. Какое исследование казанских ученых поможет татарстанским дорожникам? Учреждена в университете единовременная стипендия ректора, 100-бальник. На 100 баллов. Как Казанский университет поддерживает талантливых школьников? Такой выбор мы предоставляем с целью расширить вход в педагогическую профессию. Экзамен на выбор. Почему Елабужский институт КФУ пошел на необычный эксперимент? Патент на новую технологию производства асфальтобетона ждут ученые Института геологии и нефтегазовых технологий. Это сверхпрочное дорожное покрытие, которое делает полотно устойчивым к деформациям. Смесь прошла испытания в независимой лаборатории дорожной организации. Инновационный продукт создали специалисты испытательного центра нефти, нефтепродуктов, битумных материалов и реагентов. Эта тема одна из наиболее актуальных в Татарстане. Во-первых, как в регионе с нефтяной и нефтехимической промышленностью. Во-вторых, с начавшимся строительством федеральной трассы М-12, которая будет частью международного транспортного коридора. Разработка могла бы стать базовой технологией для использования на некоторых участках дороги. Возможно ли это узнала Роза Зарипова? Мы саму заявку отправили в Роспатент в ноябре того года. В лучшем случае мы ожидаем поступления уже самого патента, его регистрации в сентябре, либо же в декабре. Год лабораторных исследований, испытаний и разных проб. Результат – положительный ответ по заявке. Николай Брызгалов – один из авторов патента на изобретение модификатора асфальтобетонной смеси и способ его получения. Состав модификатора не раскрывается по понятным причинам. Известно, что это нефтепродукты и даже использование вторичного сырья. Модификатор выглядит в виде гранул. Он будет использоваться в перемешку с асфальтобетоном. В России это будет первая подобная технология. Срок службы, конечно же, будет намного превосходить тот асфальтобетон, который сейчас лежит на дорогах. Но больший эффект даст увеличение срока межремонтных работ. Модификатор и асфальтобетон на его основе позволят не ремонтировать дороги в течение пяти, а то и больше. От слова «совсем» исключает ямочный ремонт. Здесь, в испытательном центре нефти, нефтепродуктов, битумных материалов и реагентов, есть все необходимое оборудование, чтобы от идеи перейти к испытаниям. Вот аппарат, определяющий размеры частиц в микрометрах. Он играет свою роль в создании изобретения. В нашей работе было важным определить размер частиц коксового порошка, так как это создает коллойные растворы. Это все должно для стойкости асфальтобетонной смеси, именно этих гранул. Изобретатели кафедры высоковязкой нефти и природных битумов не останавливаются на достигнутом. В их планах избежать образования колеи на дорогах. Испытания уже ведутся. Данный прибор позволяет оценить уровень образования колеи. Внутри машины асфальтобетонная смесь с созданным ими модификатором. Колейность сегодня – это губительная вещь в асфальтобетоне. Поэтому мы надеемся, что в последующем, когда мы уложим опыт на участки дороги, с помощью дорожника, безусловно, будем вести авторский надзор. И я думаю, мы придем к тому, что мы уберем эту колею. От лабораторных исследований к промышленным испытаниям. Это следующий этап на пути ученых-инженеров. Они хотят выпустить первую опытную партию модификатора в промышленных масштабах. Тот нефтяной кокс, который непосредственно приходит с завода, в частности, с установок замедленного коксования завода Танеко. И мы его привозим сюда. И начинаем вот в этом дезинтеграторе проводить эту обработку. А дальше получаются те самые гранулы, которые будут переданы дорожным организациям. Те, в свою очередь, будут использовать во время укладки асфальта на дорогах. Экономический эффект колоссальный. Асфальтная смесь в тандеме с модификатором позволит сэкономить одну треть от себестоимости асфальта. Создание полимер-битума на наших региональных источниках сырья. Это очень важно. И в целом вот эта комплексная технология, она явится импортозамещающей технологией. Мы ниоткуда никаких реагентов не берем. В планах у команды выйти на международный уровень. Укатать созданную ими технологию асфальтобетона в строительство автомагистрали М-12. Трасса соединит Москву-Казань и станет частью транспортного коридора Европа-Западный Китай. Роза Зарипова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. К старшеклассникам лицея имени Лобачевского пришли выпускники прошлых лет. Причем не простые выпускники, а золотые, получившие 100 баллов на едином государственном экзамене. Эта встреча организована, чтобы снять напряжение у школьников перед ЕГЭ и настроить их на успех. Кстати, многие стопальники предпочли обучение в Казанском федеральном университете. Кто-то, будучи школьником, занимался здесь в научных кружках, а кому-то стимулом послужила специальная доплата к стипендии, которая для студентов из глубинки стала серьезной финансовой поддержкой. Стоит отметить, что университет не жалеет средств и возможностей для того, чтобы привлечь внимание к науке детей. Огромное количество присветительских проектов, кружков, специальных курсов, работа со школами – все это незаметная, но важная часть образования. Ведь доказано, что именно в детстве закладывается тяга к научным познаниям. Айгуль Гараева расскажет, как КФУ открывает новые возможности для школьников. В лицее имени Лобачевского весенние каникулы, но шестиклассник Мухаммад с утра за партой. Готовятся с учителем к Олимпиаде по физике. Пытливый ум побудил серьезно заняться этой наукой гораздо раньше, нежели физика как предмет появляется в учебной программе. Я стала интересоваться и уже в пятом классе я был на Республиканской Олимпиаде, а вот сейчас в шестом я прошел на всероссийские этапы и собираюсь выступать уже на нем. Лицей имени Лобачевского – структурное подразделение и кузница студентов для университета. Научно-исследовательская деятельность здесь упакована в проекты. Один из самых масштабных, долговечных и результативных – Олимпиадный клуб «Лицей-2.0». Больше половины учеников, а их в лицее 560 человек, участвуют в олимпиадном движении. Они достигают значимых результатов. Ежегодно наши ребята становятся победителями и призерами регионального этапа. Это всегда более 100 человек. Ну а на России скромнее, конечно, это от 9 до 13, в зависимости год от года. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников имеют право быть зачисленными в любой вуз без вступительных экзаменов. Набрать 100 баллов по ЕГЭ или получить диплом интеллектуальных соревнований, который действителен как пропуск в вуз, 4 года. У Сергея Михайлина, заслуженного учителя Республики Татарстан, подготовившего победителей международных олимпиад по информатике, на этот счет свое мнение. ЕГЭ ведь один раз проводится. То есть один шанс дается детям, чтобы получить 100 баллов. А вот на олимпиадах шансов у нас больше гораздо. Где-то с 6 класса я начинаю подготовку детей к олимпиадам. И в 8 классе они уже выходят на уровень России. В прошлом году было 8 выпускников 100-бальников, шестеро из которых поступили в КФУ. Уже будучи в статусе студентов-первокурсников 23 марта, они приняли участие во всероссийской акции «100 баллов для победы», которая прошла на базе лицея. 100-бальники поделились опытом подготовки к госэкзамену со старшеклассниками. По словам директора лицея, пробные экзамены в их учебном заведении проводятся ежемесячно. Мы привлекаем, опять же, ученых Казанского университета, на которых специалисты, уже они знают, какие требования предъявляются на едином государственном экзамене по тому или другому предмету. Центр подготовки к ЕГЭ при КФУ, Малый университет, сезонные школы квант, IT-территория, акция «Ночь науки». Для желающих и заинтересованных ВУЗ предлагает множество вариантов. В середину апреля стартуют бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ по математике и информатике на базе Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Это действительно первая полноценная инициатива в области образования и централизованной подготовки ЕГЭ от ИВМИД. Вот это, в общем-то, ИВМИД ВМК у нас называется, бывший факультет вычислительной математики и кибернетики. Во-вторых, они полностью бесплатны для школьников. В этом году впервые предмет информатики будет проходить уже в другой форме, а именно в компьютерной. То есть, во-первых, исключена экспертная проверка, школьник ничего не записывает на листочке, он все ответы вводит в компьютер, решая задачи с использованием средств. 11 класс Марина Григорьева заканчивала в прошлом году в родном Белебееве в Ашкортостане. Заветные 100 баллов по информатике получила благодаря усердной самостоятельной подготовке. Приятным бонусом к зачислению на первый курс стала стипендия от ректора университета для 100-бальников. Единоразовая стипендия была в размере 80 тысяч. Она выплатилась в самом начале года, но пока я еще не решила, куда ее потратить. А на этих кадрах 100-бально известный Рамиль Боговеев. В 2019 году, будучи выпускником 2-й татарской гимназии имени Марджани при КФУ, он сдал на 100 баллов физику, информатику и русский язык. За экзамен по математике получил 99 баллов. Личная мотивация вкупе с обучением в малом университете с 9 по 11 класс принесли тогда Рамилю большой результат. Занятия 3 раза в неделю способствовали тому, что я закреплял материал, который проходил в школе, изучал что-то новое. Это все пытался систематизировать и, соответственно, применял на практике во время пробных экзаменов и непосредственно на ЭВИ. В малом университете в прошлом году было открыто 19 курсов. Успешно закончили порядка 264 учащихся. 102 из них поступили к нам в университет. С 2018 года учреждена в университете единовременная стипендия ректора 100-бальник. Размер ее 100 тысяч и 80 тысяч. Положение данной стипендии на официальном портале университета опубликовано непосредственно. Ее получили за весь период существования, с момента учреждения, 387 студентов. Работа с будущими студентами многоступенчатая, комплексная и разноплановая. Если малый университет готов принять школьников с 14 лет, то слушателем лекций детского университета на базе КФУ может стать первоклассник. Юные исследователи участвуют в конференциях, проверяют качество молока, изучают улиток, создают звуковой костюм для определения социальной дистанции. Задача – вызвать интерес к научной деятельности самой ранней школьной скамьи. Айгуль Гараева, Роза Зарипова, Булат Садыков, Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели. Выбрать предмет при поступлении из широкого перечня ЕГЭ дал возможность Елабужский институт КФУ. Он первым среди вузов Татарстана, кто пошел на такой шаг. Об этом и не только мы поговорим с директором института Еленой Мерзон. Здравствуйте, Елена Ефимовна. Здравствуйте. Хотелось бы начать наш разговор с Международной зимней исторической школы. Она прошла на площадке Елабужского института КФУ на прошлой неделе. Какие итоги мы можем подвести? В этой исторической школе приняли участие в очном формате 100 иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах уже не первый год. И представляли они 39 стран. Но уникальность этого события еще и в том, что мы, организаторы, позволили всем интересующимся российской историей иностранным студентам в онлайн формате тоже становиться участниками этого события. И таким образом уникальное, рекордное число подключений, это порядка 10 тысяч ребят, подключились за 5 дней работы школы и представляли они порядка 70 стран. Безусловно, огромное и красивое событие. И ценность этого события, безусловно, конечно, в том, что это ведь ребята, которые уже выбрали Россию и российские вузы в качестве вузов для обучения, получения диплома. И, безусловно, нужно понимать, что в каком-то формате они уже приняли российскую культуру, они изучают русский язык, они находятся здесь, на территории Российской Федерации. Но мы понимаем, что историческая культура и частью исторической культуры – это знание и понимание истории России. И поэтому в рамках программы деловой этого исторического события, безусловно, проходили лекции, которые говорили о прошлом нашей страны, о месте России в современном мире. И мне очень хочется верить и понимать, что ребята, участники этой исторической школы, стали лучше понимать Россию, полюбили ее, хотя бы приблизились своим отношениям так же, как мы любим свою страну. И, конечно же, возможно, свяжут свое будущее тоже с развитием нашей страны. В Елабге состоялось открытие IT-класса в университетской школе. В чем уникальность этого проекта, в первую очередь, для города? Да, состоялась презентация для выпускников девятых классов, их родителей, общественности, блогеров, журналистов. Это тот проект, который запускает Казанский федеральный университет на территории Елабужского муниципального района и Закамской зоны. С сентября 2020 года в структуре Елабужского института находится университетская школа. Это абсолютно обычная школа, где учатся 500 детей с 1 по 11 класс. И в 10 класс следующего учебного года мы приглашаем на обучение в специальный IT-класс детей уже со всех школ города и Закамской зоны. Этот проект действительно уникальный. Но уникален он хотя бы тем, что это первый и единственный создающийся такого профиля класс на территории Елабужского района и Закамской зоны. Ну и, конечно же, сегодня, понимая важность IT-направления, IT-профессий, мы взяли на себя ответственность готовить ребят к выбору своего IT-будущего, к созданию своего будущего уже вот на этапе 10 класса. Это будет особая образовательная программа, это будет класс полного дня. Ребятам будут предоставлены индивидуальные ноутбуки для обучения в течение двух дней. Поэтому нам нужно пожелать сейчас доброго пути, чтобы старт действительно оказался успешным. Сейчас мы на этапе отбора желающих учеников в этот класс. Желаем доброго пути. Спасибо. Елабужский институт первым среди вузов Татарстана дал возможность абитуриентам выбирать из широкого перечня предметов ЕГЭ. Для чего это сделано и как изменится учеба, что ждет нового студентов, ну, собственно, в период обучения? Да, мы запустили тоже очень интересный проект в рамках этой приемной кампании. И все изменения, которые коснутся, они коснутся приема на направление образования по педагогическим профилям. Действительно, если, поясню, если на этапе выбора профиля абитуриент выбирал обычно двойной профиль, например, математика и физика, математика и информатика, история и общество знания, то сейчас мы предлагаем абитуриентам определиться, в принципе, только в направлении. Например, это будет только математика. И абитуриент поступает, выбирая только первый профиль, а в течение первого года обучения в рамках образовательной программы уже студенту будут предложены как минимум три курса по выбору. Например, это будет физика, информатика и технология. И в течение первого курса обучения уже студент выбирает себе второй профиль. И таким образом по итогу первого курса может сформироваться группа математиков и физиков или математиков и учителей технологии, или математиков и информатиков. И таким образом по абсолютно разному профилю. История и общество знания или история английский язык. Такой выбор мы предоставляем с целью расширить вход в педагогическую профессию. Большое спасибо за интересный разговор. Спасибо. Весенняя хандра или депрессия? Как поднять себе настроение? Об этом мы узнаем через несколько минут. Также далее в программе. Помогают подобрать лечение не просто формально, но конкретно индивидуально пациентам. Фиолетовые ленточки. Как врачи КФУ исследуют пациентов с эпилепсией? Уникальная экосистема, где планируется построить карбоновый полигон. В Татарстане насчитывается 2000 детей больных эпилепсией. И почти половина из них живут в Казани. И здесь у них есть шанс, если не на выздоровление, то на глубокую ремиссию и жизнь без приступов. Главное – подобрать лечение. Индивидуальный подход к лечению практикуют врачи Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. Работая с пациентами, ученые не только помогают им поддержать качественный уровень здоровья, но и работают над исследованиями, которые призваны найти тот самый ключ к излечению неврологического заболевания и диагностировать его еще во время планирования беременности. 26 марта во всем мире отметили день больных эпилепсией. Роза Зарипова выяснила, можно ли вылечить эту болезнь. Надеваем шапочку для проведения электроэнцефалографии. У Сичева и сдержана 11-летняя Замира в очередной раз готовится к процедуре. На фоне органического поражения мозга случилась эпилепсия. Первый приступ Замиры произошел в 6 лет – потеря сознания. Мама сразу поняла, это то, чего она так опасалась. Ведь у Замиры есть старшая сестра-двойняшка – Камила. У последней первые признаки проявились еще 8 месяцев. Вспоминая, Данья едва сдерживает слезы. Это было очень тяжело смотреть на ребенка. Очень тяжело это было пережить. Особенно, когда случился приступ у второй дочери. Через 6 лет, можно сказать. Это был просто все планы, все крах, можно сказать. Это просто не знаю даже, как описать. Это очень тяжело. Но потом, со временем, начинаешь с этим жить. Привыкаешь, что нужно 2 раза в день стабильно, в одно и то же время давать лекарства. Чтобы помочь себе и девочкам, Данья пошла учиться. Сначала на дефектолога, затем на нейропсихолога, а сейчас клинического психолога. В руках Данья держит папки. В них вся история жизни детей. Мы ездили в Москву в самом начале нашего пути. Даже несколько раз ездили, но нам так не помогли, как здесь. Здесь самое лучшее оборудование, насколько я знаю. Самые лучшие врачи, наш любимый и надежный врач только здесь. Помочь двойняшкам и маме удалось их лечащему врачу Риме Гомировой. Теперь Зарина находится в стадии ремиссии. В научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины КФУ есть центр электроэнцефалографии, мониторинга и эпилепсии. Здесь можно безболезненно исследовать состояние головного мозга. Видео-ЭГ-мониторинг – это такое исследование, когда мы как раз записываем биоэлектрическую активность мозга и параллельно, синхронно все это записывается на видео. И если что-то возникает с пациентом, то мы в этот момент можем увидеть, эпилептический это приступ или нет. Это очень актуально, особенно в отношении детей, которые не могут рассказать, что у них, какие ощущения, какие проблемы. Генетические исследования, которые можно проводить здесь, в федеральном университете, помогают подобрать лечение не просто формально, но конкретно индивидуально пациентам. Так мы подтверждаем название нашего центра – прецизионная медицина. Рим Магомирова вопросами эпилептологии занимается с 2005 года. Состоит в Российском бюро Международной противоэпилептической лиги. К ней приезжают пациенты без преувеличения со всего мира – Америки, Турции, Казахстана, Камчатки, всего Поволжья. Кроме как комплексной диагностики детей и взрослых с разными формами эпилепсии, врачи научно-клинического центра КФУ могут еще на стадии планирования беременности узнать, будет ли иметь будущий ребенок данную патологию. Мы можем не только подтвердить происхождение эпилепсии у данного конкретного пациента, но также можем определить, перешло ли это от родителей, будет ли у них еще ребенок, у которого есть риски с эпилепсией. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов человек во всем мире имеют диагноз эпилепсия. В Казани – каждый сотый человек. Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание головного мозга. Когда пациент спрашивает, а не нужно ли нам поехать за рубеж, чтобы нам оказали какую-то помощь, мы смело можем сказать, что смысла никакого ездить нет. Лечение абсолютно аналогично у нас тоже. Больные эпилепсии – это не умственно отсталые люди, как привыкли считать многие. Маленькая героиня нашего сюжета – Зарина – творческая личность. Занимается вокалом и сольфеджио. Среди знаменитых имен – это Сократ, Платон, Юлий Цезарь, Иван Грозный, Петр I, Достоевский. Все они были больны эпилепсией. С 2008 года, 26 марта, объявлен фиолетовым днем. Это день информирования об этом заболевании. Считается, что этот цвет успокаивающе действует на нервную систему. В этот день все в знак поддержки и внимания к людям, больным эпилепсией, прикалывают фиолетовые ленточки, либо надевают одежду соответствующего цвета. Роза Зарипова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. В университете продолжается вакцинация сотрудников и студентов от коронавируса. Часть из них уже получили вторую дозу «Спутник Ви». Я, кстати, тоже это сделал. Напомним, что антитела от ковида в организме человека начинают вырабатываться лишь после второй фазы вакцинации. Что еще происходило в Казанском университете на этой неделе? Коротко в нашем дайджесте. Татарстан обладает уникальной экосистемой для контроля углеродной секвестрации и эмиссии парниковых газов. Об этом рассказал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров во время круглого стола по вопросу создания карбонового полигона в республике. Проект обсудили и вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, генеральный директор ТАТ «Нефтехиминвестхолдинга» Рафинад Ярулин, член экспертного совета Минобранауки страны Алексей Ересеев, член Академии наук республики и профильных институтов КФУ. По итогам встречи стало известно, что принято решение о формировании постоянно действующих площадок в трех территориальных зонах республики. Это в Раевском участке Волжско-Камского заповедника, в Национальном парке Нижняя Кама и в юго-восточной экономической зоне Татарстана. Не так сложно и по стоимости обеспечить их необходимыми мониторингами оборудования. Система карбонов-полигонов, как было уже сказано, создается в рамках приказа Министерства науки и высшего образования. Научное обоснование номинации Астрономической обсерватории КФУ в список всемирного наследия ЮНЕСКО включает в себя уже около ста страниц. На этой неделе здесь прошел научный семинар, на котором было рассмотрено соответствие обсерваторий университета требованием Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Такой концептуальный подход для нас, пока не увеличивая слишком эту территорию, оставить, ну когда приедут технические миссии и КАМОС, и ЮНЕСКО, ну какой-то люфт, что мы можем с этой стороны немножко увеличить, а что-то не увеличивать. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с заместителем руководителя администрации губернатора Белгородской области Екатериной Журавлевой. В ходе встречи обсуждалось возможное сотрудничество университета с научно-образовательным центром Белгородской области в части научных исследований по целому ряду направлений. В частности, речь шла о био- и клеточных технологиях и генной инженерии. Работы должны публиковаться. А лучше, чтобы вам и платили, и публиковались. Это может быть и фондоговоры, и разного рода гранты. То есть мы создаем вам условия. В Казанском федеральном университете состоялось совещание совместно с представителями Всероссийского государственного университета юстиции, Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. ВГУЮ был представлен в лице первого проректора Дмитрия Гурьева. Речь шла о совместных междисциплинарных проектах, находящихся на стыке права и инноваций. Исходя из того, что самое интересное исследование, они могут быть произведены и производятся на стыках отраслей. Ректор КФУ принял участие в заседании Президиума Академии Наук Республики. Здесь шла речь о развитии карбоновых полигонов, ферм и низкоуглеродной экономики. В ходе дискуссии также была затронута и тема введения ЕС углеродного налога на импортную продукцию с большими выбросами парникова газов. В Телеграм по паспорту предоставлять полные личные данные при регистрации новых пользователей в соцсетях и мессенджерах. Такую идею на этой неделе обсуждали в российском сообществе. Углубленная верификация необходима для борьбы с различными фейками, приводили доводы сторонники этого метода. Противники утверждали, что пользователь и так предоставляет слишком много данных, которыми могут воспользоваться мошенники и вообще это цензура в интернете. Большая часть россиян пользуются мессенджерами и соцсетями. Именно эти площадки зачастую становятся распространителями недостоверной информации. О том, чем всколыхнул интернет на неделе, в авторской рубрике Леонида Толчинского. И вновь с вами «Смотрите сами». Хоть идея входить в социальные сети по паспортам выглядит изначально ущербно, в силу прежде всего своей нереализуемости, иногда все же думаешь, что хоть что-то, регламентирующее активную деятельность людей в медийном пространстве, было бы иметь неплохо. Шучу, конечно, но минувшая неделя в очередной раз продемонстрировала всем нам, к чему привел расцвет дилетантизма в медиа. Я говорю, как вы уже наверняка догадались, о скандале, что вызвало интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Стрел, сломанного вокруг него, немерено, и многие тезисы повторять просто не хочется. А вот некоторые акценты по главным трендам дискуссии почему бы не обозначить? Да и мысли по поводу, как говорится. Ну, во-первых, все кинулись обсуждать, допустим ли такого рода интервью в принципе. Кто-то вспомнил даже американские запреты на подобные интервью и требовал ввести их в нашей стране. Хотя, если уж про американский опыт говорить, то давайте признаемся, что такого рода маньяки просто не должны выходить из мест заключения. Никогда. А у нас выходит. И это вопрос к законодательству совсем не медийному. Не скрою, что разговоры о запретах уже изрядно утомили. Это такая позиция объявить проблему вне закона, вместо того, чтобы решать, искоренять ее первопричины. Такими темпами у нас уже скоро и запрещать будет нечего. Да и в нашем конкретном случае нельзя не вспомнить, что практика журналистских и кинопроизведений, построенных на вынесении в центр крайне негативного героя, имеется. Да и профессия журналиста одна из тех, что все время находится между задачей показывать обществу мир таким, какой он есть, в том числе и гадкие его стороны, и задачами формировать в обществе хоть какие-то нравственные моральные ценности. Автор одноименного телеграм-канала Альберт Бигбов по этому поводу так написал на минувшей неделе. Для журналистики даже такие интервью не являются чем-то запретным и аморальным. Напротив, это работа журналистов. Миссия журналистов как раз понять и показать обществу, почему такие нелюди живут среди нас и творят свои страшные дела, каковы их мотивы и почему такие они стали. Можно замалчивать и закрывать глаза, можно предупреждать об опасности. Поэтому журналисты и берут интервью подобных нелюдей. Справилась ли Ксения Собчак с задачей интервью? Дала ли она людям что-то новое маньяке, что пока неизвестно публике? Нет. Она старалась, но ее подвел слабый журналистский опыт и подготовка. К сожалению, интернет во многом девальвировал профессию журналист. Каждый сегодня может без особых затрат получить аудиторию. И часто большую аудиторию получают такие недожурналисты, без опыта знаний, профессии, пользуясь своими преимуществами в виде денежных и административных ресурсов. Примеров множество. Естественно, отбор среди журналистов не работает, а скорее работает в обратную сторону. Вот и получаем такие неоднозначные журналистские интервью, которые по-настоящему интервью назвать трудно. Так себе медийный продукт. Оттого и спорим, и негодуем. И вот здесь и Биг Бофф, и я с ним солидарен, скрывает куда более острую проблему нашего времени. В профессию, нацеленную на работу с мозгами одномоментно миллионов людей, ввалом пришли дилетанты. И даже те немногие профи, что там уцелели, стали заложниками редакционных стандартов, где главное правило определяет хайп и погоня за мало о чем говорящими медиаметриками. Собчак такой же непрофессионал, человек чуждый всем профессиональным стандартам, что и хайпажоры, теплоустроившиеся на просторах медиапространства. Случилась профессиональная деформация даже там, где изначально еще от профессии что-то было. Редакции давно закидывают в сети объявлениями типа «Ищу редактора, журналиста без опыта работы и профессиональных знаний». Вопрос, для чего они это делают? Вряд ли кто ляжет под нож к хирургу, не обладающему профессиональными знаниями и опытом. А подставлять свои мозги под нож хайпа от непрофессиональных медищиков, все как-то смирились. Посмотрите, что из себя представляют программы, выходящие в прайм-тайм на федеральных телеканалах. Это такое же трупоедство, как и то, что сделала Собчак. А зато хайпово. А на заработанных от хайпа цифрах можно годами доить рекламодателям, писать красивые отчеты учредителям. Я вот часто задумываюсь, президент страны посвящает каждый год какой-то важной для государства проблеме. Ну, например, 2021 год объявлен Годом науки и технологий. А что в связи с этим изменилось в программных сетках тех же телеканалов? А ровным счетом ничего. Такое ощущение, что Год науки объявлен для служителей науки исключительно. А знаете почему? Профессионалы хайпа и рейтингов не умеют качественно и захватывающе делать программы или интервью с нормальными людьми. С учеными, с рабочими, с космонавтами, с врачами. А ведь это и есть мерило высокой профессиональной подготовки. Сделать высоковостребованным портрет того же рабочего, без деталей его интимной жизни. И объясняют они, хайпаеды, что называется, все просто. Мол, людям все остальное неинтересно. Вот вам один пример. Пару лет назад мы стали свидетелями невиданного явления. Пол страны собиралось каждый вечер у телевизора не ради очередного бессмысленного сериала, а чтобы послушать рассказ о времени и о себе. И не какой-нибудь медийной персоны, а просто женщины. Этот рассказ оказался созвучен всем, кому не все равно, что было с нашей страной. Рассказчицей в документальном фильме Олега Дормана «Подстрочник» была удивительная Лилиана Лунгина. Та самая, что подарила нам великие переводы великих писателей и домысливал за них чудесные фразы типа «Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил». Она и Калсона переводила. Или великая серия интервью с Ириной Антоновой. Особенность этих примеров в том, что вызвав фантастическую реакцию зрителей, они напрочь лишены журналистского текста. Интервьюеров даже нет в кадре. Вот он и есть высокий профессионализм. Кстати, те интервью с Лунгиной пару лет пролежали на полках. Уже в наше время. В завершение одна цитата из интервью Лунгиной. «Жизнь безумна, но все-таки прекрасна. Она безумна, страшна, ужасна. Но вместе с тем прекрасна, и я все-таки думаю, что хорошее в ней преобладает над плохим, над страшным. Я в этом даже уверена. Во всяком случае, мой опыт этому учит. Потому что главные в этой жизни люди и людей замечательных гораздо больше, чем предполагаешь. Значит, все-таки хорошее побеждает плохое. Надо внимательнее присматриваться к людям вокруг. Может быть, не сразу увидишь, что они замечательные. Надо дать себе труд разглядеть то, что несет себе человек. И, может быть, это и есть тоже маленькая тропинка, ведущая к какой-то радости. Вот, пожалуй, и все. Но для этого надо быть хоть немного профессионалом. Всего доброго. Мы не зря программу начали с темы счастья. Большинство опрошенных жителей страны считают себя счастливыми. Однако есть и те, кто чувствует себя в удрученном состоянии, находятся в хандре и плохом настроении. А бывает, что и пропадает интерес к жизни. Тогда уже стоит задуматься, а не депрессия ли это? О том, как отличить эмоциональный спад от клинического заболевания, мы сегодня поговорим с доцентом Института психологии и образования КФУ, членом Европейской ассоциации психологии и личности, психологом Инной Кротовой. Здравствуйте, Инна Владимировна. Здравствуйте. На этой неделе отметили Международный день борьбы с депрессией. Давайте сразу для зрителей обозначим, что является областью для исследований психологов и психотерапевтов в таком понятии, как депрессия. Ведь часто можно услышать «у меня депрессия». Вы знаете, самое главное действительно разделять, что относится к депрессивному состоянию, а что к депрессии. И в этом случае мы даже можем провести самодиагностику на самом деле, потому что в области психиатрии существуют уже чётко установленные критерии. Критерии, конечно, называются критерии психопатии. Эта триада, она состоит из трёх, получается, процессов. Это тотальность, стабильность и социальная дезадаптация. То есть если мы говорим о депрессии или о депрессивном состоянии, эмоциональном спаде, давайте, да, будем так, то получается, если во всех трёх случаях это задерживается, состояние, то тогда это уже обращение к специалисту. То есть стабильность — это когда она проявляется очень долго во времени, да. Тотальность — это когда проявляется и на работе, и с друзьями. И социальная дезадаптация, когда и в случаях, например, при просмотре комедии или то, что вам нравится, мы уже не можем никаким образом регулировать это состояние. Вы ведь не только психолог, но ещё и учёный. Какие проводите исследования, может быть, эксперименты? Одно из последних, да, такие полевые исследования как раз в условиях образования, образовательной среды. То, что связано как раз с решением проблемы, да, депрессии, депрессивного состояния, как раз в условиях дистанционного формата. Сейчас мы все работаем, да, в таких особых условиях тоже, нам приходилось адаптироваться и при этом ещё получать новые знания. С группой студентов мы работали, получается, вот в нашей корпоративной платформе. Мы и пришли к такому выводу, что нам необходимо формировать привычку у себя, да, для того, чтобы мы лучше понимали, существуем ли мы в состоянии напряжения или существуем ли мы в состоянии комфорта и расслабленности. И вот в режиме, можно сказать, ватсапа, такой переписки, я взяла на себя функцию коуча и в течение 21 дня, без перерыва, размещала как раз, так скажем, задания или упражнения для того, чтобы можно было как раз научиться распознавать, когда напряжение и когда, ещё раз повторяю, расслабление. И действительно через 21 день я получила обратную связь и отзывы, что да, оказывается, мы просто контролировать, мы теперь знаем, что контролировать и какой должен быть результат. А вот как бороться не с клинической депрессией, а с тем самым плохим настроением, вот этим напряжением, может быть, это можно назвать? Есть ли какие-то способы приёма? Приёма мы опять с вами, наверное, вернёмся к тому, что нужно вот это распознавание и самоконтроль. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете сейчас мизинец своей правой руки? Когда вы сказали «мизинец», я его почувствовал, ну то есть… А теперь почувствуйте, пожалуйста, мизинец своей левой ноги. Да, почувствовал, но это сложнее. Сможете ли вы сравнить температуру? Какой из пальцев теплее или холоднее? Правой мизинец на руке. Ну, отлично. То есть в том плане, что, вот видите, такие вещи мы обычно не замечаем, но на самом деле распознавать даже такие нюансы — это уже полезно. А вот эти выводы какие-то есть по тому, что я ответил? Понимание того, что мы возвращаемся к нашим ощущениям, к телу, к тому, что происходит со мной, получается. А если мы этого не замечаем или не обращаем на это внимание, то, получается, мы боремся как с ветряными мельницами, с настроением, с эмоциональным спадом, то есть это как следствие. И еще один вопрос. Есть ли какие-нибудь упражнения, может быть, подскажете по снятию напряжения или понять, ты напряжен или нет? Представьте, что на вашу ладонь прилип тополиный пух. И попытайтесь долгое время сдувать его. Давайте попробуем. И избавиться от тополинового пуха. Раз, два, три, посильнее, четыре, пять. Отдохните. Давайте еще раз попробуем. В течение семи секунд и посильнее, чтобы его действительно сдуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Расслабьтесь. Чувствую напряжение немножко. Напряжение и расслабление. Напряжение и расслабление. То есть тот контраст, который у нас, получается, происходит. Мышцы лица у нас очень яркие, они показательны, получается. Можно зажмурить глаза, зажмурить брови на 10 секунд, увеличивать это. И, в принципе, на этапе расслабления как раз понимать и ощущать вот это состояние комфорта, к которому можно прийти. Мы на самом деле из-за потери контраста тоже теряем связь с реальностью, с своими эмоциями, с реальными ощущениями. Тем более мы в информационном пространстве. И чаще всего мы как раз в таком больше, как сказать, виртуально отстраненном состоянии находимся. И действительно, это проблема, современная проблема. То, что мы забываем обращаться к своим проживаниям, телесным ощущениям. То есть это все эмоционально-волевая сфера. Большое спасибо за интересный разговор и такой мини-сеанс. Спасибо большое за приглашение. Была очень рада нашей встрече. 220 лет назад Казань пережила поистине историческое событие. В город был передан арабский шрифт типографии Российской Академии Наук. По этому случаю в Казани была создана мусульманская типография. Именно отсюда в последующем начали выходить казанские Кораны, которые распространились по всему миру. А предшествовал этому выпуск первого в России полного текста священной книги, который был напечатан по приказу императрицы Екатерины II. Первые двухтомные издания казанского Корана находились в книжной сокровищнице КФУ. Что собой они представляют и почему они стали своеобразной точкой отчета в мусульманском мире? Об этом в специальной рубрике Ильи Андреева, который раскрывает тайна дела редких и рукописных книг университетской библиотеки. С 27 по 28 марта 2021 года у мусульман особый праздник – это Ночь Священная Бараат. Нужно сказать, что это не традиционный праздник, да, как мы привыкли застолья, торжества. С 7 века мусульмане привыкли проводить эту ночь без сна, читая суры Корана, молитвы. Вот и мы сегодня с вами пришли в отдел рукописей редких книг библиотеки Казанского университета, чтобы воочию увидеть экземпляр первого мусульманского Корана в мире. На протяжении многих веков священная книга мусульман Коран распространялась в рукописном или в устном виде. Рукописные списки выполнялись самыми лучшими каллиграфистами. При оформлении священного текста мастера создавали прекраснейшие образцы орнаментов и заставок. В России Корана на арабском языке выходит по указу Екатерина II в 1787 году в Санкт-Петербурге для бесплатной раздачи киргизцам. В Стамбуле подобные экземпляры можно было купить за 25-50 рублей. 25 мая 1800 года по просьбе татар Казанской, Оренбургской и других губерния о снабжении их книгами Павел I разрешил передачу, находившейся в ведении Сената, типографии Казанской гимназии. Типография получила название азиатской, так как располагала только арабографическими шрифтами и воспринималась как первая мусульманская типография. После пробных наборов других книг типография приступила к самой важной работе – переизданию полного текста Корана. Для удобства чтения прежний набор Корана был значительно изменен. Из одного тома большого формата были созданы два тома в половину листа. И самое главное – отказались от комментариев по полям текста, которые были нарушением канонической традиции воспроизведения Корана. В августе 1803 года в Казанской гимназии выходит двухтомное первое мусульманское издание Корана в мире. Вот эти два тома. Нужно сказать, что, во-первых, на базе Казанской гимназии будет потом уже основан Казанский университет. И вот эти вот два тома. И здесь находится десятитомное издание Корана для детского чтения, которое вышло тоже в Казанской гимназии в августе 1803 года. Мы с вами открываем первую суру, первого тома, первого мусульманского издания Корана в мире. И мы даже можем с вами увидеть здесь оттиск штампа «Библиотека императорского Казанского университета». Открывая последнюю страницу второго тома, мы с вами видим исходные данные. Ну и что здесь можно подчеркнуть, что издано все это было в Казанской гимназии в 1803 году. Открывая уже после двухтомного первого мусульманского издания Корана в мире десятитомное, мы можем обратить внимание, что выполнено оно более в лаконичном стиле, меньше здесь орнамента. Здесь можно обратить внимание на традицию завершения предложений в таких вот цветочках. Ну и сама книга, она намного меньше, она предназначена для того, чтобы дети ее читали. Вот это двухтомное издание было признано каноническим, и все последователи уже продолжали исследовать этой казанской традиции. Сам же двухтомное это издание распространялось в восточных регионах Российской империи и в восточных странах. Нужно сказать, что вот этот редкий экземпляр 1803 года сохранился в единственном, вот только здесь, в библиотеке имени Николая Лобачевского. В июне 2005 года по инициативе мэра Казани Коран 1803 года вновь вышел в свет в виде репринтового переиздания. Его презентация была приурочена ко дню открытия исторической мечети Кулшари, вставшей как и казанский Коран, связующий нитью с историческим прошлым татарского народа. Читайте Коран, ибо за каждую прочитанную букву вам зачитывается 10 добрых дел. До новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Хафиз Гараев, итоги недели. На этом наша программа завершается. Видеть прекрасное даже в мелочах. Один из секретов хорошего настроения. Будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова